Овчинникова, которая создала студию танцевых буржан, она танцевала тоже с нами в одном составе Ассамбля «Лотос», когда мы начинали. Татьяна Базаровна тоже танцевала с нами, Бампелова. И сейчас работает директором института танца в ЗГАКе. Ну, в общем, я думаю, все прошли вот такую школу. Это те, наверное, самодеятельные артисты. Хореографическое училище тоже выпустило очень много поколений. В принципе, у нас культура в Республике Бурятия, будучи в советское время, она была очень сильной. И когда дни культуры Республики Бурятия проводились на большом высоком правительственном уровне в различных регионах нашей России, в Новосибирске, в Челябинске, очень было, ну, знаете, приятно за свою республику. Потому что таких оперных певцов, как Болот Бороев, Левховое, ну, не было нигде. Таких те народ замечательных. И, ну, куда бы ни приезжали, все были просто влёки от того, что у нас такой интересный певец. Ну, ни у кого же не было такого опыта. Ну, я не знаю, может, были оперные театры, но вот не такого уровня исполнительского мастерства. Взять Шейдан Баев – это просто… ну, это мировая звезда. И ТАСС было всегда, вплоть до того, как Советский Союз распался. Конечно, культура пережила у нас очень непростые времена и не платилось ничего в этой сфере. Ну, благополучно мы пережили это всё. И я думаю, что сейчас культура республики Бурятия очень большое будущее.